Торгую где хочу. Популярная фраза применима к продавцам арбузов в Ханты-Мансийске. Многие из них предпочитают реализовывать свою продукцию без чеков и разрешений. Пробивать стену непонимания хамства и неадекватного поведения приходится сотрудникам городской администрации. Смуглые торговцы паркуют разваливающийся прицеп с полосатой ягодой прямо у трассы. Происхождение товара непонятное, как и то, кому предъявлять претензии в случае отравления. Собственник неизвестен. Чеков не дают, налогов не отчисляют. Оплата только наличными или онлайн-переводом. На продукции документы у вас? У меня-то вообще ничего нет. На молодого человека составляется протокол. Пока сотрудники Управления защиты прав потребителей ожидают полицию, прицепа собираются сомнительные личности. К арбузам, говорят, отношения не имеют, но к торговле заинтересованы. Кто вас отправит сюда? Я не могу знать сейчас. Я сам себя сюда направил. Не может. Приезду сотрудников администрации гражданин почему-то очень удивился. Чтобы парировать их доводы, решил заручиться подмогой таких же заинтересованных. У собравшейся толпы лоббистов арбузной торговли в качестве аргументов хамства в адрес присутствующих. В одно место засуну его. А там попроси его в камеру. Да, он не срабатывает. Зачем? Я же не нарушил. Полицейский, названный братаном, уводит арбузного дельца в сторону за патрульную машину. Присутствие посторонних не приветствуется. Конфиденциальный разговор камеры не терпит. Наши есть? Ну, вы сняли же. Наконец, к торговой точке подъезжает ГАИ. Сотрудники по своей линии фиксируют нарушения и пытаются выяснить, кто является владельцем прицепа. Ответ оказывается компрометирующим. Речь о некоем сотруднике полиции, являющемся так называемой крышей. Базарный скандал завершается составлением протокола. Прицеп закрывает. Часто приходится сталкиваться с таким, что сколько тут людей у нас сегодня собралось. Целый митинг. Торговцы, приезжающие в Югру, зачастую не знают о статье закона, согласно которой необходимо торговать в специально отведенных местах. Несмотря на это, в своей правоте уверены. Агрессия продавца – привычный спутник таких полосатых рейдов. Приходится вежливо и доступно разъяснять тем, кто понимает русский язык. Азер, где там, где там, по городу они продают. Мы показали на рынке, где вам можно торговать. Познакомили с руководством рынка. Заключаете договор, ставите палатку. На рынке многие продавцы торговать не хотят. К примеру, гости из Киргизии сетуют на нездоровую конкуренцию. Весь рынок же захватен с этими, с азербайджанцами. Цель ведь не в том, чтобы каким-то образом их из города полностью изгнать, так скажем. Цель одна. Цель такова, чтобы люди торговали на специальных оборудованных местах. Чтобы был порядок. Чтобы был порядок, во-первых. Во-вторых, чтобы был учет. Чтобы знали, кто продает арбузами в городе. Нарушители получают предупреждение или штраф. По закону он не превышает 2000 рублей для граждан. При повторном нарушении до 5. Пока эта мера останавливает не всех торговцев. Вячеслав Шабанов, Александр Шималин. Вести Югория. Ханты-Мансиск.